здравствуйте дорогие садоводы любители сегодня 20 апреля 2021 года вот открыла я свои розы отгребла честно говоря очень переживала и не напрасно потому что в том году я их перекормила удобрением я поливала плантофолом формулой под корень поливала чайную ложку на 10 литров воды то есть не всю лейку даже я выливала под корень вот получился мне перекорм кормила я их в конце июня даже уже не помнит наверное где-то так может первых числах июля больше такого делать не буду конечно надавала бы себе по рукам но вот что хотела то и получила сама виновата сразу мне приземовали очень плохо когда я сняла укрытие порадовалась что они зелененькие вот уже с такими веточками почечками росточками но получилось так как получилось вот это у меня плетистая роза амнистика интернациональ то есть она в том году у меня метр восемьдесят было и зимовала хорошо ей третий год вот вырезала все в ноль что там пойдет не знаю сейчас ведерком накрою просто подрыхлила плела буду ждать это у меня роза лагуна который в том году тоже цепляла болячки все видим и невидимы тоже также вырезала обидно кто меня просил все это делать это у меня пьер дрансар я принципе ожидал что так и будет вырезала тоже все больное это здоровые почки но вот как смотрю пупырышки есть почечки живые дай бог все будет хорошо тут еще не дорезал вот они пораженные побеги вот что значит роза перекормлены начинает цеплять всякие болячки потому что поздней осенью бордовской жидкости обрабатывал посыпала золой вот так вот здесь тоже у меня вот чернота то есть это еще тоже вот разгрести надо и обрезать вот так вот получилось потом еще замажу живой корой то есть побеги выглядели вот так вроде посмотрела наверху вот такие вот хорошие росточки порадовалась что все хорошо потом стала кучку отгребать увидела что тут вообще кошмар может зима такая была укрываем принципе не первый год уже так даже пыталась он живой корове это растрескивание все замазать но потом посмотрела основание тут уже ничего не поможешь то есть побег не будет нормально развиваться будет силы из розы тянуть результате все равно погибнет вот она так выглядит перекормка азота жалко конечно но вот что поделаешь что сделано то сделано то есть основание победу было черное уже тут порезала что всю бочку накидать и сжечь вот они палочки если вот видите такую картину вырезайте не жалейте почки это пока только живы развиваться роза не будет результате может погибнуть весь куст и пока не поздно нужно вырезать пусть даже на кусту останется одна почка он восстановится не умею видно я пользоваться этим плантофолом надо переходить наверно на навоз то есть так вот плохо перезимовали особенно плетистые розы такие сухие ветки что у меня давно такого не было что значит перекормила то есть показывать свою ошибку не повторяйте так видео по второй подкормки я не снимала пришел экспериментировать как видите эксперимент удался на отлично просто в том году красиво процел потом почему-то затормозил я ему решила помочь вот как видите помогла очень хорошо все таки плантофол наверное больше подходит для листовой подкормки но когда я покормила у меня вот лагуна почему-то вся покрылась какими-то пятнами все листья облетели и стала лысая я прочитала конечно что это кардесская пятнистость сначала я подумал что я сожгла вроде все по дозировке ложилась полина козловой советовалась оказалось это кардесская пятнистость которой болеют розы кардеси не кордеса кардеси лагуна относятся к этим потом симпатии еще несколько сортов то есть они подвержены этому заболеванию если вот в этом году посмотрю так же будет я ее удалена с участка не хочу возиться с ней одно разочарование три года нормальная была на четвертый год что-то с ней чем взрослее тем больше проблем пьер дрансар конечно очень жалко дай бог все будет хорошо был у меня уже один раз так что розы у меня вышли сначала зеленые потом все почернели это перекормил я навозом тогда развела полила уже где-то в августе тут в принципе это было в конце июня я посчитала что ничего страшного не будет тем более содержание азота там минимальное было как видите все повлияло не в лучшую сторону и кажется вот это тоже надо удалить но пока еще посмотрю но вот как будто здесь вот такие вот черные может быть просто так жалко конечно вот это моя ошибка вроде не первый год выращивать надо было мне это все сделать прямо обидно может быть зима такая была кто его знает даже под 40 градусов было скорее всего это я виноват так что-то прежде чем кормить розу всегда подумайте стоит она того или нет ладно будем умнее то есть вот так вот такие плетье пришлось обрезать всего доброго до свидания